комментарии на толкование нового завета архиепископа болгарского блаженного феофилакта в книгах они выделены отдельным шрифтом мелким это не толкование всего лишь комментарии и так комментарии игнатия лапкина на евангелие от матфея 1 глава 1 стих феофилакт с первой строки обращает внимание слушателей на авторитет библии господнее слово все до единого святые пророки начиная провозвещать тайны господни как посланники иговы придавали своим словам абсолютный авторитет от имени бога 2 второе послание петра 1 21 ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой но изрекали его святые божьи человеки будучи движимы духом святым исая 1 2 слушайте небеса и внимая земля потому что господь говорит я воспитал и возвысил сыновей они возмутились против меня неподчинение слову божию исходящему от пророков приравнивалась к бунту против создателя и эти люди объявлялись лжецами то есть детьми дьявола второзаконие 42 не прибавляйте к тому что я заповедую вам и не убавляйте от того соблюдайте заповеди господа бога вашего которые я вам сегодня заповедую второзаконие 1232 все что я заповедую вам старайтесь исполнить не прибавляй к тому и не убавляй от того притче 36 не прибавляй к словам его чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом евангелие атеана 8 44 ваш отец дьявол и вы хотите исполнять похоти отца вашего он был человекоубийца от начала и не устоял в истине ибо нет в нем истины когда говорит он ложь говорит свое ибо он лжец и отец лжи откровение 12 8 всех лжецов учесть в озере горящим огнем и серою это смерть 2 эти же угрозы к непокоряющимся и искажающим слово божие высказаны духом святым и в новом завете и этими словами заканчивается библия откровение 22 18 19 и я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей если кто приложит что к ним на того наложит бог язвы о которых написано в книге сей если что отнимет и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего у того отнимет бог участие в книге жизни и в святом граде и в том что написано в книге сей матфея 1 1 толкование блаженного феофилакта как зара прежде показал руку а потом скрыл ее так жизнь во христе проявилась во святых живших до закона и обрезания ибо все они оправдались не соблюдением закона и заповедей но жизнью по евангелию комментарий игнатия лапкина никто не может требовать исполнения того закона который не доведен до сведения живущих в этом государстве знать евангелие это не только знать его содержание но и знать его истинное толкование иоанн златоуст говорит не показывай мне что это написано а дай мне смысл написанного жизнь по евангелию то есть по новому завету по второй части библии на и главнейшей и спасительной как может произойти если народ не научен и его не учат этому самому евангелию те кто скрыли не донесли какой страшный ответ дадут пред богом обращаясь к таким священникам и златоуст говорит о священник если одна овца погибнет по твоей небрежности тебе не хватит всей твоей жизни чтобы загладить вину евангелие то она 539 исследуйте писание ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную а они свидетельствуют о мне нужно не просто читать а исследовать как в лаборатории постигая истинный сокровенный смысл откровений духа святого 1 тимофею 4 16 вникай в себя и в учении занимайся сим постоянно ибо так поступая и себя спасешь и слушающих тебя жить по евангелию значит быть плодоносным жить не огорчая спасителя псалом 1 2 3 стихи но законе господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь и будет он как дерево посаженное при потоках вод которая приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет и во всем что он не делает успеет как может пастырь говорить о жизни по евангелию свои пасты если евангелие не изучается а как принято существует совершенно отдельно на полочке не обитая в человеке если нет жизни по евангелию жизни по слову божию то все ритуалы все богослужения даже с участием папы и патриарха имеют иную цену чем им придают их исполнители притчи 28 9 кто отклоняет ухо свое от слушания закона того и молитва мерзость жить по евангелию это жить в духе святом евангелие это откровение духа святого григорий низкий утверждает что бог имеет дело только с тем что с родственной ему в ком дух святой тот не может не любить христа и слово божие евангелие то она 14 23 иисус сказал ему в ответ кто любит меня тот соблюдет слово моё и отец мой возлюбит его и мы придем к нему и обитель у него сотворим не любовь к слову божию там где не любовь к евангелию где не избирается благая часть сидения у ног христа евангелие от луки 10 42 а одно только нужно мария же избрала благую часть которая не отнимется у нее римлянам 89 но вы не по плоти живете а под духу если только дух божий живет вас если же кто духа христова не имеет тот и не его не знание евангелия обрекая человека блуждать в стране далекой с блудным сыном содружестве вдали от трапезы отца тут небольшую вставочку делаю оказывается нужно было сказать но тут нету то комментарии плюс к тому сторон квадратные скобки допущаются чтобы никуда ни одна буква не ушла всего комментариев будет 297 то есть трехтомник практически ну без одного вопроса по 100 комментариев будет и поэтому когда новый стих начинаю считать то говорим на матвея слова на сказать а дальше уже который место описание просто читать или имею все на надо чтобы под продолжительности было не меньше 20 минут и не больше 30 и тогда делай новый ролик вот так часы поставь рядом как-то или смотри 25 это примерно самое лучшее было бы ну еще минут десять давайте рассекать и воля скажешь когда 10 минут пройдет установить комментарии на матфея 1 3 5 толкование блаженного филакта впрочем все язычники принявшие послов и иисуса то есть апостолов и уверовавшие слова их спаслись комментарии гнатия лапкина прошла тысяча лет до блаженного филакта архиепископа болгарского многое изменилось в мире и в церкви но господь говорит и риме 1 12 я бодрствую над словом моим чтоб она скоро исполнилось у бога всегда на примете люди преданные ему в которых одно желание жить для бога и исполнять волю его нести святое слово по миру неискаженным даниила 9 23 в начале моления твоего вышло слово и я пришел возвестить его тебе ибо ты муж желаний и так вникни в слово и уразумей видение таким мужем желаний оказался блаженный фиафилакт который всею жизнью свою подтвердил слова апостола павла филиппийцам 121 ибо для меня жизнь христос и смерть приобретения в предисловии к толкованиям сказано на какое разорение он прибыл в болгарию какой темный и невежественный народ оказался под его окормлением и какие безумные ереси того времени отравляли сознание людей исая 49 8 так говорит господь во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе и я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа чтобы восстановить землю чтобы возвратить наследникам наследие опустошенные его толкование священного писания для миллионов людей стали воистину заветом любви к слову божию блаженный фиафилак с абсолютной точностью на протяжении толкования всего нового завета подчеркивает высвечивает роль проповеди апостолов он проникнут апостольским духом благовестия непрерывная проповедь научение истолкование это то что приводит к жизни во христе к жизни по евангелию кто из пастыре сегодня понимает это ибо всюду проповедь подменена ритуалом и обрядом а от этого никто не возрождается а остается всюду тоже египетская тьма обман и самообман толкование фиафилакта на матфея 1 17 тоже бывает и с зарением душевным если оно обращено на лук духовных писаний то делается чистым ясным и проницательным так что может видеть наветы бесовские а если остается в дыму житейских попечений непрестанно будет испускать слезы плакать всем и в будущем веке и так мы непрестанно имеем нужду в молитвах и чтении божественного писания дабы угасить огонь страстей и разогнать и дым житейской суеты ибо ничто не приносит столь великой пользы как молитва и чтение божественного писания если мы упражняемся в них с трезвым умом это есть пища души и и украшения ее жизнь врачество и укрепление ума этим мы должны украшаться этим должны возводить к совершенству слуг детей жен друзей и врагов обращать друзей так и великие мужи друзья божии достигали совершенства давид по своем грехопадении как скоро внял слову поучения тотчас показал себе прекраснейший образец покаяния и апостолы при помощи слова христова соделались тем чем были впоследствии и обратили весь мир и так не будем пренебрегать слушанием священного писания не позволять себе видеть сокровища чтоб не обогатились это умысел дьявола он представляет нам что слушать божий закон ничего не значит опасаясь чтоб слушая его мы не не расположились исполнять его и так зная этот пагубный умысел его оградимся со всех сторон духовными песни молитвами и священным писанием дабы окружившись сим оружием не только самим не попасть в плен но и сокрушить его главу а за сие увенчаться славными победными знаками и достигнуть будущих благ по благодати и человеколюбию господа нашего иисуса христа которому слава и держава во веки аминь толкование феофилакта на матфея 1 19 и это говорю теперь не без причины но потому что вижу что многие после крещения живут небрежнее некрещенных и даже не имеют никакого признака христианской жизни верующий должен быть виден не только по причащению святых тайн но и по новой жизни к богоугодным делам но причащаясь только по обычаю ты уготавляешь душе своей многие муки комментарий игнатия лапкина 5 век христианства центр православия константинополь самый знаменитый проповедник за всю историю христианства сколько сетования в словах архипастыря о позорном состоянии его прихожан с момента объявления христианства государственной религии номинальные христиане заполнили церковь превратив ее в зверинец как говорит святитель я не вижу людей а вижу стада лошадей и свиней уже тогда духовный первоапостольский опыт обращения ко христу рождения свыше истинный вход в церковь через духовное перерождение во христе были неизвестны и забыты почти всеми остались механические действия крещения и причащения правда тогда это крещение совершалось по канонам полным троекратным погружением человека в воду а причастие мирянам подавалось раздельно в руку тело христово в виде хлеба уносили домой самая трагическая погибельная смертельная ошибка была допущена при императоре константине это неправильный вход в церковь через механическое действие через крещение крещение же согласно библии должно быть завершающим действием актом после истинного покаяния и научения в течение не менее трех лет получение дара духа святого также было заменено видимым действием миропомазания а это далеко не одно и то же деяние 238 петр же сказал им покайтесь и докрестится каждый из вас во имя иисуса христа для прощения грехов и получите дар святого духа святые отцы все до единого признавали институт оглашенных и выделяли их в особый класс иоанн златоуст в составленной им литургии вволит специально время когда оглашенные могут присутствовать после чего они выводятся оглашенные языки эти произносятся трижды громко во всеуслышание согласно изъяснений святых мужей таких как симеон солунский диакон обязан в это время тщательно проверить нет ли в храме посторонних людей остаются только верные допущенные до причастия после этого еще дважды будет возглас двери двери и предверник снова обязан проверить хорошо ли заперты двери нет ли кого из посторонних отлученных за грех звук этот остался и сегодня великий святитель иоанн о подобном сегодняшнем действии говорит что это всего лишь звук вводящий других заблуждения и ничего не значащий если бы сегодня была поставлена задача соответствовать тому что написано в новом завете тому как это истолковали святые мужи и чтобы непременно это было выполнено они просто сотрясали воздух диаконским языком и добавлено что литургию нельзя совершать без выполнения этих слов то положа руку на сердце перед богом мы должны признать что бескровная жертва сегодня же прократится почти повсеместно в 999 храмах из тысячи быть может 1 коринфянам 9.26 и потому я бегу не так как на неверное бьюсь не так чтобы только бить воздух как в проповедях иоанна златоуста так и в толкованиях блаженного фефилакта очень зримо представлено что крещение уже тогда стояло не на своем месте что его совершали над посторонними людьми и в их словах очень ясно видно что они ничего с этим поделать не могли уже тогда и горько об этом сетовали а выход был как и сегодня произвести полную перерегистрацию церкви все начать с нуля непрерывная проповедь научение постоянно и всюду и начать запускать в храм только после искреннего обращения ко Христу второе послание Тимофея 4.2 проповедую слово настой во время и не во время обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием что у нас есть напомнить ламп мы перевернули ламп и ламп ламп ламп